Всем привет! В отношениях между Казахстаном и Россией, по мнению экспертов, наметились серьезные проблемы. На официальном политическом уровне все гладко. Дружба никуда не делась, партнерские отношения продолжаются. Но не без оговорок, которые уже не раз озвучивал президент Касымжумар Тукаев. О них мы еще отдельно поговорим. А вот в экономическом плане ситуация меняется. С Каспийским трубопроводом, по которому продается большая часть нашей нефти, снова возникли проблемы. И теперь уже совершенно очевидно, что они создаются искусственно. Это уже третий подобный случай на нефтепроводе с начала российско-украинского конфликта. Давайте разберемся, что происходит на самом деле и не ступили ли мы в фазу экономического противостояния. Поехали! Для начала еще раз напомним, почему нам так важен Каспийский трубопровод. 80% экспортируемой Казахстаном нефти приходится на этот маршрут. КТК – это международная компания, в которой участвуют Россия, Казахстан и иностранные добывающие компании. По трубе из казахстанских месторождений нефть идет до Новороссийска, а там заливается в танкеры и отправляется в Европу. Первый тревожный звонок прозвучал 20 марта, когда по официальной версии шторм в Черном море повредил причал в Новороссийске, и он частично закрылся на ремонт. Уже тогда мы в одном из выпусков говорили, что в этой истории есть странности. Во-первых, шторм был не таким уж и сильным. Техника в порту должна выдерживать гораздо более сильные волны. Во-вторых, очень удобно для России тогда сложился этот пазл. Страна оказалась под санкциями, с экспортом нефти возникли проблемы, но казахстанские энергоносители под ограничения не попали. Кажется, кому-то эта ситуация показалась несправедливой. Раз тонуть, так тонуть вместе. И раз через КТК нельзя отправлять российскую нефть, то не должны этого делать и другие страны. Но тогда ситуация решилась довольно быстро и существенных потерь Казахстан не понес. Все можно было восполнить в течение года. Тем более, что цены на нефть подросли и доллар подорожал. Были приняты дополнительные меры. К примеру, казахстанский сорт нефти переименовали, чтобы ее не путали с российской. В середине июня Россия снова приостановила отгрузку казахстанской нефти через КТК. Ссылаясь на то, что в море нужно срочно провести работы по поиску и утилизации мин времен Великой Отечественной войны. Да уж. Тогда многие СМИ предположили, что эти действия стали ответом на громкую речь Тукаева на Петербургском форуме, когда он в очередной раз заявил, что Казахстан не признает квази-государственных территорий, коими являются Донецк и Луганск. Вот только быстро выяснилось, что официальное сообщение о начале работ в Новороссийске было 14 июня, а Тукаев выступал тремя днями позже. Но согласитесь, глобально это сути дело не меняет, учитывая, что Казахстан свою позицию по спорным территориям Украины высказывал и ранее. Так что этот повод для остановки отгрузки нашей нефти также кажется надуманным. Почему работы нужно было начинать именно сейчас, когда для нашей страны экспорт нефти так важен? И вот на днях ситуация повторилась. Теперь уже по совсем странной причине. Посудите сами, официальная версия звучит так. Приморский районный суд Новороссийска решил приостановить деятельность КТК с 5 июля на 30 дней. Причиной стала проверка, которая якобы прошла еще 6 мая по поручению правительства России, и в ходе которой были выявлены некие экологические нарушения. Причем суд ссылается не на реальную угрозу экологии, а потенциальную. Речь идет о документарных нарушениях в плане ликвидации аварийных разливов нефти. То есть разливов еще нет, но трубопровод все равно почему-то надо остановить. Здесь также важен контекст. 4 июля Тукаев поговорил по телефону с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Наш президент заявил, что Казахстан мог бы сыграть роль буферного рынка между Востоком и Западом, Югом и Севером, а также использовать свой углеводородный потенциал с целью стабилизации ситуации на мировых европейских рынках. Говоря своими словами, Тукаев предложил Европе казахстанскую нефть в качестве альтернативы российской. Естественно, такое предложение России вряд ли понравилось. Внезапная озабоченность экологии со стороны российского правительства окончательно поставила точку в вопросах случайности или не случайности возникающих проблем с КТК в последнее время. Руководство Российской Федерации, по всей видимости, решило, что раз российский экспорт испытывает проблемы, то самое время заняться делами, отложенными на потом. Создавать проблемы всем. Но даже в этом случае нужно помнить, что КТК – совместный проект. Издание Bloomberg также считает, что все проблемы созданы искусственно. По мнению аналитиков, остановка КТК может быть связана с попытками России противодействовать европейскому эмбарго. Логика очень простая. Если блокировать поставки казахстанской нефти, то Европа не сможет отказаться от российской. А вот что по этому поводу считает политолог Газизапишев. Процитируем его. Российские власти руками провинциального суда перекрыли трубопровод, по которому на рынке сбыта идет львиная доля казахстанской нефти. Либо нам на плечи против нашей воли взваливают побочные эффекты от борьбы России с Западом. За право силового удержания соседей в своей орбите с вырыванием, при необходимости, кусков мяса из тел независимых государств. Либо, несмотря на недавние личные встречи глав государств и правительств, с нами ведут переговоры путем экономического шантажа. Все эти мысли довольно очевидны. Как на это отреагировали официальные лица Казахстана? Премьер-министр Алихан Смаилов провел оперативное совещание по ситуации с решением российского суда приостановить деятельность КТК. Правда, политику там вообще не обсуждали и, кажется, смирились с приостановлением отгрузки нефти. Потому что главной задачей на совещании была минимизация негативных последствий и потери государственного бюджета. Тем не менее, КТК направил в Приморский районный суд Новороссийское ходатайство о том, чтобы приостановить решение суда. Каким будет ответ? Неважно. Все понимают, что от районного суда ничего не зависит. Все решается в других, более высоких кабинетах. Но Министерство энергетики Казахстана пока настроено позитивно. Там сказали, что транспортировка нефти по КТК осуществляется в штатном режиме. Добыча нефти тоже пока не снижается. Здесь нужно понимать, что, во-первых, физически закрыть клапан по решению суда так быстро невозможно. А во-вторых, в морском терминале есть резервуары для хранения нефти. Ключевые поручения дал Тукаев. Он провел совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала, где поставил задачу оптимизировать нефтяные потоки. Это значит, что приоритетным маршрутом оказывается Транскаспийская магистраль, которая связывает Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Турцию и Европу. Тукаев призвал иностранных инвесторов участвовать в проработке маршрута. Здесь он, кстати, обращался к американским компаниям Chevron и ExxonMobil. Также Тукаев поручил превратить порты Казахстана в ведущие хабы Каспия. Кажется, Казахстан продолжает проявлять характер и показывает, что не будет дорожить партнерскими отношениями с Россией, себе в ущерб. Особенно, если происходят события, очень похожие на провокацию. Чем чревата ситуация для Казахстана? Если все пойдет по плохому сценарию, и добычу нефти придется сокращать, а некоторые скважины временно закрывать, то возникают в том числе и производственные риски. Специфика нефтедобывающего дела такая, что процесс должен быть непрерывным. Эксперт Алмаз Чукин пояснил, что в Казахстане преимущественно добывают так называемую тяжелую нефть. В ней большое количество парафина. И если на месторождениях остановить добычу, то парафин в скважинах может застыть. Таким образом, эта скважина потом может и не запуститься. Если же рассматривать ситуацию только с экономической точки зрения, то можно подсчитать убытки от приостановки поставок казахстанской нефти. Сколько потеряет Казахстан, если КТК не будет работать целый месяц, как указано в постановлении суда? Глава Союза нефтесервисных компаний Республики Казахстан Рашид Джаксылыков назвал конкретную цифру. 300 миллиардов тенге. При этом страна за этот же месяц потеряет не только 70% экспортного дохода, но и половину налоговых поступлений. Правда, здесь снова нужно помнить о том, что нефть мы продаем в долларах. И в прошлом выпуске мы объясняли, почему для экспортеров невыгодно, когда тенге укрепляется. Сейчас у нас могут возникнуть проблемы с экспортом, да еще и внешний фон неблагоприятный. Нефть значительно снизилась в цене. А это значит, что тенге должен ослабеть. Что и произошло. Доллар подорожал на торгах сразу на 8 тенге. Причем в моменте на бирже Кассе сделки проходили по 483 тенге за доллар. Но в итоге курс снизился до 477 тенге. То ли паника спала, то ли нацбанк вмешался и немного смягчил падение тенге. В любом случае, прямо сейчас для нацвалюты настали не лучшие времена. Ситуация с Каспийским трубопроводом только подливает масло в огонь. Если решение суда будет выполнено, мы вряд ли сможем быстро перенаправить нефтяные потоки. А значит, потери будут существенными, но их не получится восполнить до конца года. Кажется, нынешний уровень отношений между Казахстаном и Россией достиг того уровня, когда важно решать не только экономические, но и политические вопросы. При этом Казахстан, кажется, готов ответить по другим фронтам. На днях был опубликован документ Министерства финансов, в котором прописаны новые правила по учету перемещения товаров из Казахстана в Россию. Даваться в подробности не будем, но эти правила предусматривают возможность отказа в разрешении на экспорт санкционных товаров. Правда, вскоре документ из сети исчез, но намек все поняли. Тем более, что ранее в интервью телеканалу «Россия-24» Тукаев прямо сказал, что Казахстан будет следовать введенным санкциям. Процитируем еще раз. «Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать. Тем более, мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики». И на эти действия у Казахстана есть полное право. В общем, то, что сейчас происходит в отношениях между Казахстаном и Россией, вызывает много вопросов. Всеми силами мы старались дистанцироваться от конфликтов, но нас продолжают туда втягивать, нанося точечные удары по экономике. Как думаете, как будет правильно поступить в такой ситуации? Пишите свое мнение в комментариях. Мы же будем продолжать следить за тем, как развиваются события. И обязательно расскажем об этом в следующих выпусках. Увидимся через неделю.